Друзья, привет всем! В этом видео я буду говорить об очень-очень важных вещах. Я вас умоляю, я вас прошу, пожалуйста, досмотрите это видео до конца, чтобы понять всю суть. В этом видео я буду обращаться не только к Дмитрию Гордону и Андрею Богдану. Я буду обращаться ко всем вам. То, о чем я сейчас буду рассказывать, это касается абсолютно всех. Абсолютно всех. Итак, в чем суть? Я недавно был на встрече с Дмитрием Гордоном. Там Дмитрий Гордон организовал эту встречу, там был Маруглан Сисимбай, там был Андрей Богдан. Я присутствовал на интервью вживую. И мы, конечно же, очень много общались о том, как изменить жизнь в наших странах, как улучшить жизнь в наших странах. И вот я доносил свою точку зрения. И знаете что, ребята, меня никто не слышал. Меня вообще никто не слышал, меня никто не понимал. Вот я заметил, какая у нас проблема. Я хочу сейчас через вас обратиться к Дмитрию Гордону, поделиться своей философией и рассказать об этой проблеме. Люди, такие как Дмитрий Гордон старшего поколения, они видят только один путь. Они почему-то видят один путь. Один человек на встрече, по-моему, из Латвии только меня услышал. Один человек. Все люди меня не слышали и просто не понимали, да? О чем я говорил? Не нужно идти путем борьбы. Нужно идти путем создания. Мы уже идем этим путем борьбы 30 лет. Мы ничего не изменили. Ничего. Будет так же. Будет так же. Нужно идти путем создания. Создания. Не разрушения. Не нужно никого критиковать. Власть не нужно критиковать. Не нужно никого сажать. Не нужно ни с кем разбираться. Не нужно называть эти громкие имена. Это же навлечет наоборот негатив. Тебя могут там депортировать со страны. Будет только хуже. А ситуация не изменится. Ситуация не изменится. Почему? Потому что пути не было предложено. А куда двигаться? О том, что все плохо, мы и так с вами знаем. Все знают. А куда двигаться? Покажите путь. Мы так ничего не изменим. Нужно создавать. Идти через создание. Я это объяснял. И меня даже не поняли здесь. Вот. Меня раскритиковал там человек из Белоруссии. И сказал. Ну, что ты предлагаешь? Чтобы мы кинули Дмитрия Гордона на передовую? Чтобы, да, его там еще, не дай бог, посадили? Нет. Я совсем не это предлагаю. Я же говорю. Никакой критики правительства. Никакой критики. Никого не нужно сажать. Ни с кем не нужно разбираться. Этого вообще не нужно делать. Нужно делать только хорошее. Просто создавать хорошее. Просто показывать людям, а куда мы можем двигаться. Просто это показывать. За хорошее никто тебя не посадит. Никто не посадит тебя за хорошее. Никто не депортирует тебя за хорошее. Ты же никого не критикуешь. Ты ни с кем не борешься. Будешь бороться с системой, система тебя съест. Нужно создать, так сказать, такую экосистему, которая понравится людям. Которая понравится. Которая будет привлекать к себе все больше и больше людей. И вот в той старой системе уже не будет толку. Не будет толку. С ней не нужно бороться будет. Она сама умрет. Она сама умрет. Она сама разрушится. Потому что у нее не будет подпитки. Нужно всю подпитку перенести в новую систему. В новую систему. И мы с вами можем эту систему продвигать. Мы. Оттуда уже ничего не изменить. Мы пробуем все изменить сверху. Сверху невозможно ничего изменить. У нас не получается все это время. Мы 30 лет пытаемся все изменить оттуда. Но у нас же не получается. Сколько можно наступать на одни и те же грабли. Мы хотим все изменить сверху вниз. И вот мне говорят. Рыба гнет из головы. Все можно изменить только сверху. Но не получается у нас так. Давайте еще 10-20 лет будем надеяться и ждать. Что мы делаем? Мы продолжаем идти все время по одному и тому же пути, который не работает. И мы надеемся, что он заработает. Он не заработает. Мы надеемся, что мы кого-то выберем и он изменит нашу жизнь. Но так это не работает. Мы надеемся, мы выберем хорошего президента и все изменится. Мы повторяем одну и ту же ошибку все время. И я вот доношу это ребятам. И они говорят, ничего нельзя изменить. Я говорю, так а что делать? Ничего. То есть лучше ничего не делать? Давайте менять снизу все. Сверху там все очень сложно. Понимаете? Какого бы мы хорошего человека, честного, доброго не выбирали, он все равно не справится. Вот он попадает туда все. Все на подсознательном уровне, на всех, блин, уровнях хотят, чтобы их любили. Или бы вы все делали, чтобы вас ненавидели. Каждый из вас, если был бы президентом, каждый из вас хотел бы счастья, добра для своих людей, для своих граждан. Каждый хотел бы этого. Но не всегда это получается. И, наверное, там вообще это не получается. Вот там тяжело. Настолько там все сгнило, что ну не получается оттуда сделать так, чтобы тебя любили сделать что-то хорошее для страны. Как бы ты этого не хотел, я вот так мыслю. Нельзя судить о человеке, не побывав в его шкуре. Нельзя. А даже если и побываешь в его шкуре, все равно нельзя судить. Нельзя судить людей. Ты себя суди. Ты на себя смотри. Мы же не знаем, как там ему. Ну, никто. По сути, да? Давайте будем честными. Никто не знает, как там ему. Ну, никто этого не знает. Мы же там не были. Ребята, я не занимаю ничью позицию. Разве что позицию счастья. Я занимаю позицию счастья. Я хочу добра, счастья для своих граждан, для всех людей, для страны. Я хочу что-то изменить. Хочу что-то изменить. И поэтому я вещаю. И поэтому я делаю вот такие вот ролики. Нам нужно менять жизнь. Нам с вами нужно брать и создавать. Все начинается с нас. Ну не получается у нас сверху изменить. Не получается. Как ни крути, не получается. Давайте будем менять снизу. Да, на это уйдет может быть не 5, не 10 лет. Может быть вообще 20 лет уйдет. Ну давайте хоть что-то сделаем. Хоть что-то сделаем, что-то предложим. Что я предлагаю? Я предлагаю создать хоть этот путь. Хоть его создать. Его же нету. Чтобы он был в одном месте. Например, пусть это будет сайт. Пусть это будет сайт, где каждый... Вот я послушал столько умных людей. Потрясающие люди. Дмитрий Гордон, Маргулан, Андрей Богдан. Люди с таким опытом. Люди с такой глубиной. Это замечательные люди. У этих людей столько опыта. Они знают, что делать. Давайте каждый, пусть пропишет, да. Кто-то там занимается таможней. Пусть пропишет, как все изменить в этой сфере. Кто-то занимается там здравоохранением. Пусть там пропишет. Кто-то занимается там сельским хозяйством. Пусть там пропишет. Кто-то идеологией занимается. Пусть пропишет идеологию. Давайте соберем этот путь на одном сайте. И каждый из нас будет его продвигать. Там будет полностью новый план для нашей страны. Вот и все. Это же легко сделать. Но это же лучше сделать, чем не сделать. Вот я общаюсь с ребятами на встрече, и они говорят, ничего нельзя сделать. Так давайте хоть что-то сделаем. Но это же будет лучше. Все равно это не сработает. Но мы же не знаем. Ну как можно говорить, это не сработает, если мы не пробовали? Ну нельзя же так говорить. Может быть я вот такой наивный, да, с такой идеей. Ну можно же попробовать. Можно же попробовать. Посмотрит меня там Дмитрий Гордон. Дай бог, чтобы посмотрел. Дай бог, чтобы меня там Андрей Богдан посмотрел. Вот они посмотрят, может быть, и скажут, да что ты несешь, ты молодой, ты не разбираешься. Но давайте попробуем. Это же лучше, чем ничего не сделать. Просто предложим вот этот вот путь, один путь. Соберем его в одном месте. Будем о нем говорить, будем его продвигать. Будем выходить на телек. Будем в газеты выходить. Везде выходить. На ютуб, в инстаграм. Везде, короче, выходить. Показывать людям. Вот у нас все плохо. Вы и так это знаете. А вот, вот наш путь. Поддержите там, проголосуйте. Просто собирать поддержку. Поддержку. Общественную поддержку просто собирать. Да, может быть, ничего не изменится. Там не услышат. Там не услышат. Но когда-нибудь там услышат. Если поддержка будет настолько большой, невозможно будет не обратить внимание на этот путь. Невозможно. Тем более, если столько крутых ребят, вот как Дмитрий Гордон, будут говорить об этом. Будут говорить. У Дмитрия же такое влияние. Какое у меня влияние? У меня минимальное влияние. Да, я влияю, вот можно сказать, в своей тематике. Какое влияние у Дмитрия Гордона? Скольких крутых ребят он знает. Он знает многих ребят, которые предлагают, предлагают вот решение. Давайте соберем это все решение в одном месте. Просто соберем. Будем о нем говорить. Всегда будем говорить. Пускай на это уйдет 5 лет, 10 лет. Пускай не мое поколение изменит этот мир, эту страну. Пускай и мои дети, например, изменят. Но мы хотя бы начнем. Мы хотя бы попытаемся. Попытаемся действовать снизу. 30 лет мы пытаемся решить проблему сверху. Мы пытаемся, мы надеемся. Ну давайте же решать эту проблему вот снизу. Понимаете? Вот эти все интервью о взятках. Вот эти все выступления на политических ток-шоу. Вот эта вот вся свобода слова. Но она же не работает. Там же просто говорится о проблемах. Там же просто говорится о том, как все плохо. Да, пускай там предлагаются какие-то пути. Но они просто на словах все. Они на словах. Каждый вещает со своей стороны о том, как все плохо. Вроде бы каждый хочет изменить свою страну, но мы все отдельно. И ни хрена не получается. Мы все отдельно. Никто не подписался под каким-то одним путем. Никто под ним не подписался. Вот. Это крутой путь. Давайте уберем оттуда все темы, которые разъединяют людей. Уберем все темы. Оставим там только вот здравоохранение, там медицину. Вот это вот все. Просто предложим вот этот вот путь. И будем о нем говорить. Везде будем о нем говорить. Ну не решают вот эти вот все свободы слова. Вот эти вот все интервью, в которых говорится. Тот столько украл. Тот столько. Давайте вот этого посадим. Этого посадим. Посмотрите, как у нас все плохо. Не решают вот эти вот все слова проблемы. Не решают. Это просто слова. Сказал. Посмотрели. Люди. Как все плохо. Как все хреново. Расстроились. Все. На этом все. Из верхушки там тоже посмотрели. Забили. Все. Все. Давайте же создавать. Давайте создавать. Вот этот вот человек из Латвии. Он объяснил это все на примере с фонариком. Если фонариком все время ты будешь светить на проблему. Светишь. Светишь на проблему. Ты никогда ее не решишь. Нужно фонариком светить на путь. На путь нужно светить. Показывать людям путь. Хорошо. Вот у нас все плохо. Но вот. У нас есть решение. Пожалуйста. Подержите. Распространяйте. Вот. Пожалуйста. Давайте светить на путь. И без всякого негатива. Без всякой критики. Не будем никого сажать. Зачем? Поэтому людей и депортируют. Поэтому люди и боятся. Потому что они говорят такие вещи. Зачем это делать? Тебя депортировали. А ты ничего не изменил. Ну и что? И что? Ты только врагов себе наживаешь. Вот этот вот путь борьбы. Почему он плохой? Потому что ты в свою жизнь притягиваешь только одних врагов. Ты говоришь такие вещи. И ты притягиваешь врагов. Зачем притягивать врагов? Говори о хорошем. Всегда говори о хорошем. Никого не критикуй. Создавай. Чтобы это понравилось людям. И вот та старая система больше не была никому нужна. Не нужно никого сажать. Не нужно ни с кем разбираться. Не нужно. У нас и так не получается. Смотрите. Логика. У нас и так не получается никого посадить. А мы про это говорим. Нужно посадить. Ну не получается у нас это. Все. Давайте отойдем от этого. Не получается у нас это. Давайте пойдем по другому пути. 30 лет у нас это не получается. Не при одном президенте. Ну давайте еще 10-20 лет будем говорить об одном и том же. И это не будет работать. Ну какой в этом смысл? Какой в этом смысл? Скажите мне. Даже революции у нас не получаются. Вернее они-то у нас получаются. Лучше чем у всех. Но потом-то все по-старому. Все. Что? еще одну нам революцию делать или что все уже ну не сработало две тот путь который мы идем он просто не работает и мы все равно продолжаем идти этим путем глупо делать одни и те же действия и надеяться на другой результат глупо нужно делать новые действия новые нужны решения чтобы изменить эту страну новые решения которых мы никогда не предпринимали до этого вот что нужно а мы идем по одному и тому же пути все время верим и надеемся что что-то изменится делаем одни и те же вещи и думай что будет у нас по новому не будет по-новому будет по старому все время по поводу вот интервью с андреем богданом посмотрите это интервью я ссылочку оставлю я был на этом интервью я не буду уже его смотреть я его все прослушал я вживую я на нем присутствовал я не знаю что там ставит что не вставит давайте я вам расскажу суть интервью может быть вы не будете смотреть хочется просто плакать просто печально все ну послушать вот это все до нашей стране жопа ничего нельзя изменить у нас закончатся все запасы будет холодная зима трубы взорвутся и мы замерзнем все и 99 процентов вот сказанного это негатив это о том как все плохо мы и так это понимаем это интервью соберет очень много просмотров может быть 10 миллионов люди посмотрят расстроятся еще хуже обозляться на правительство обозляться на свою жизнь но никто ничего не будет делать все на этом все и закончится оно ничего не изменит ничего не изменит но мы же это видим мы же это видим уже сколько лет бестолку понимаете благодаря всему этому негативу который идет там из интервью из новостей мы тонем в этом всем страна просто тонет в этом всем дерьме понимаете люди становятся озлобленными на жизнь на правительство вообще на всех люди становятся озлобленными они говорят вот как все мудаки нужно бороться с богатыми не нужно бороться с богатыми нужно бороться с бедностью но на том фоне который мы слышим люди вот такое вот думаю и будут всегда так думать вот моя аудитория в этом не варится слава богу мы варимся в счастье в любви до ищем какие-то решения развиваемся растем до улучшаем себя там читаем книги ходим на семинары мы в другом варимся в другом варимся и поэтому люди все счастливые я встречаюсь неважно с кем неважно с кем с людьми из разных стран мы все вместе все вместе люди из россии украины беларуси казахстана все вместе все по приезжали с разных стран вот чего нам нужно добиваться я это все делаю на своем маленьком уровне на своем очень маленьком уровне и у меня это получается у меня получается менять страну у меня получается менять мир и я не думал так что вот какой хреновой стране я живу хреновое здесь общество люди все какие-то злые непонятные нужно нахрен отсюда валить нет я подумал блин здесь есть хорошие люди давай-ка давай-ка я буду создавать это общество я буду это создавать мы будем объединяться с такими людьми и вот у меня такая аудитория самой думающая самое адекватное все люди растут развиваются да ну как же это круто я создал внутри мира можно сказать да такое свое маленькое общество вот у нас такое общество с такими крутыми людьми вот и все но что меня поразило вот когда гордон спросил у андрея богдана андрей богдан такой потрясающий человек такой глубокий такой умный и вот дмитрий его спрашивает хорошо а чем вы сейчас занимаетесь знаете что ответил андрей не знаю или это будет в интервью или нет ничем сейчас ничем как мы что-то изменим в нашей стране такой человек и ничем сейчас не занимается потому что он не видит смысла он не видит смысла рыба гнет из головы все мы ничего не изменим давайте ничего не будем делать получается так все мы ничего не изменим представляете если бы мы вот этот вот путь представили хотя бы пять лет назад хотя бы пять лет назад может быть смотрите может быть ничего бы не изменилось ничего бы не изменилось но лучше чтобы ничего не изменилось с путем чем ничего не изменилось без пути логично же логично пускай хоть этот путь будет представьте его пускай даже вот на это интервью да она хайповая она наберет много просмотров но потом дмитрий бы сказал а вот у нас есть путь вот у нас есть предложение мы вот с андреем сели вот он представил да свое видение вот вот еще один человек представил свою идеологию вот еще один человек сказал как нам все наладить там на таможне вот он рассказал какие нужно сделать действия то есть все прописано все прописано все собрали если об этом всем время говорить невозможно чтобы на это не обратили внимание невозможно пускай мы будем это все доносить 5 10 20 лет когда-нибудь вот может быть мои дети обратят на это внимание и скажут спасибо хотя бы что вы начали спасибо что вы хоть что-то начали делать вот отсюда снизу мы начали это делать до хорошая трудно продвигать люди любят кровь у нас так не получится можно много об этом говорить вот мне все ребята на встрече говорили у нас другая страна вот у прибалтики получилось у нас не получится ну так мы же не пробовали лучше же пробовать чем не пробовать лучше же что-то делать чем просто сидеть и надеяться опять наступать на дни те же грабли да и надеяться вот мы выберем кого-то и он изменит нашу жизнь не изменит мы должны изменить свою жизнь все начинается с тебя по моей философии давайте что-то создавать понимаете мы же не знаем как все это пойдет чтобы узнать нужно попробовать нужно сделать потом возможно это перерастет во что-то больше во что-то большое вот этот вот сайт всего лишь сайт с идеями перерастет во что-то больше мы же не знаем и как это все произойдет мы этого не знаем но давайте хотя бы сделаем маленький шаг вот этот вот маленький первый шаг я сам меняю этот мир я стараюсь я продвигаю до хорошую философию я продвигаю хорошее и все-таки это набирает просмотры это набирает просмотры людям это надо все люди хотят жить хорошо все люди хотят быть счастливыми я продвигаю это на своем уровне на своем маленьком уровне и у меня это получается я очень сильно хочу изменить этот мир я очень сильно хочу изменить свою страну и я это делаю я меняю жизни людей я получаю очень много писем благодарности спасибо ты изменил мою жизнь я меняю жизнь гражданам своей страны я меняю жизнь гражданам других стран я делаю людей счастливыми вот мой путь это мой путь я это продвигаю я всегда буду это продвигать потому что мне не пофиг мне это важно дмитрий со своим влиянием может другое продвигать на другом совершенно уровне и я его поддержу я не думаю что люди будут благодарить дмитрия за то что он показал как хреново в нашей стране спасибо дмитрий да что еще раз напомнили нам как нам хреново в какой мы сейчас задница нет люди скажут спасибо за то что ты взял и представил путь за то что ты взял объединил людей и вот показал людям вот куда нужно двигаться опять же это не про то чтобы идти в президент и не нужно никуда идти я сам никуда не стремлюсь вот не в какую там политику нет боже упаси ребята это видео не политики это видео вообще не политики это о том куда нам нужно двигаться как нам нужно менять свою жизнь вот о чем это видео начни себя хочешь изменить свою страну начни себя начни себя ну это золотое правило его никто не отменял и она работает не начинай с президента начни себя ты никогда не изменишь оттуда начни себя но не работает вот в нашей стране такая вот тема да мы другие мы другие поэтому нам нужно меняться в первую очередь на ребята пожалуйста распространите это видео поддержите меня лайками давайте соберем не знаю 10 20 30 тысяч пожалуйста поддержите но я же правильные вещи говорю если вы с этим согласны смотрите вот вы бы подписались под какими-то хорошими до правильными жизненными принципами подписались бы все подписались бы да если это несет счастье благополучие если это несет только самое хорошее там нету никакого дерьма внутри все вы подписались или бы вы подписались под каким-то дерьмом типа давайте вот этих всех снесем это коррупционеры это все воры вы согласны с этим поддержите нас подписывались бы вы под такое я бы не подписывался я бы не подписывался нахрена мне под это дерьмо подписываться но все бы люди подписались под хорошие под хорошие понимаете мы бы собрали такую поддержку то с возможностями дмитрия я не знаю с его связи не он стольких людей знает я-то на своем уровне да пускай это видео наберет там 50 этих несчастных тысяч просмотров но я на своем уровне хоть посеял вот это вот зернышко маленькое зернышко может быть вот это и будет вот той точкой да я хоть попытался я попытался донести это до вас я попытался изменить изменить жизнь изменить жизнь ребята я вас умоляю поддержите распространить и это видео я попытался вот на своем уровне каждый может делать на своем уровне это еще очень важный нюанс мы вот на встрече у дмитрия много обсуждали экономических вопросов и вот показывали рейтинг рейтинг стран зажиточных стран да с развивающейся экономикой у которых короче все хорошо и вот в этом рейтинге я увидел финляндию а я знаю еще давно до что финляндия входит в список самых счастливых стран вообще финляндия номер один в мире самая счастливая страна в мире финляндия я вот такой задумался а почему финляндия самая счастливая страна не из-за денег не из-за хорошей там экономики и знаете что я нашел но это очевидно финляндия номер один по образованию в мире она изменила систему образования номер один смотрите ну измени мышление изменится жизнь не деньги принесут счастье счастье принесет деньги как я говорил измени мышление изменится жизнь понятное дело если будет все хорошо у нас в экономике люди будут счастливее но у нас так не получается давайте снизу снизу зайдем на это уйдет очень много лет очень много лет 20 лет на это уйдет но этот путь обречен просто на успех обречен изменим мышление граждан изменим образование все изменится заживем тогда все хорошо все изменится финляндия это доказала самая счастливая страна в мире и самая крутая по образованию ну логично же логично же почему мы так не сделаем давайте начинать это нет правительство зависит не от правительства она этого не сделает мы должны это сделать мы должны это сделать и вот такие люди как дмитрий гордон с таким влиянием все думают что страну изменит президент а может быть это дмитрий гордон а может быть это я может быть это ты посмотрите на малалу кто не знает малалу загуглите она изменила мир она не президент кто она и она изменила мир понимаете каждый из нас может его изменить я один да это капля капля в океане а что такое океан это миллиарды капель вот и все мы здесь снизу все вместе можем очень многое сделать опять же доносить только хорошее только хорошее никого не нужно сажать никого не нужно критиковать не нужно выходить вызывать людей давайте выходим на революцию да не нужно ни в коем случае это ужас будет для нашей страны не переживем больше такого не переживем вот эти все разборки эту всю кровь не нужно этого не нужно и так мы сколько настрадались не нужно в общем ребята я надеюсь я донес свою позицию я надеюсь вы тоже со мной согласны я надеюсь дмитрий тоже меня понял я надеюсь он посмотрит этот ролик также я оставлю в описании ссылку на интервью ссылку на канал дмитрия ссылку на instagram дмитрий отдавайте напишем дмитрию в инстаграме под последним постом и под последним интервью на ю тубе чтобы привлечь людей да к этому как люди отнесутся вот к моей философии посмотрите обращение инстаргинг посмотрите обращение инстаргинг пожалуйста ребята напишите дмитрию в инсту на youtube давайте давайте объединяться давайте пойдем путем создания путем создания пожалуйста это принесет только пользу можно совместить можно совместить все равно будут эти политические шоу все равно будет эта вся свобода слова можно туда ходить можно делать вот эти все интервью но показывать еще и путь говорить вот так все у нас плохо пускай но вот какое решение мы предлагаем вот что мы создали мы создали мы об этом не просто говорим мы это создали под этим подписываются люди это набирает поддержку я бы сам такое распространял если бы там было только все самое хорошее для моих граждан для моей страны для людей для счастья людей да все бы под этим подписались все под этим подписались так у нас хотя бы будет этот ориентир будет на что ссылаться а так мы все разделены все говорят как все плохо все разделены никто ничего не предлагает может быть и предлагает но только говорят нет вот какой-то одной базы на которую люди бы ссылались ссылались вот путь вот мы предлагаем путь это все есть может быть это все есть это все есть но о нем никто не знает может быть вы скажете блин так есть ребята которые это все предлагают так никто же об этом не знает я об этом не знаю если бы дмитрий гордон об этом рассказала своем канале я бы узнал потому что я смотрю его канал я бы узнал я смотрю интервью я бы узнал все бы вы узнали да а если об этом говорится в каком-то видео где 5000 просмотров конечно же об этом никто не знает конечно же об этом никто не знает в общем ребята огромное спасибо всем кто досмотрел это видео до конца обращаясь к дмитрию к андрею надеюсь вы тоже посмотрели давайте пойдем путем создания пожалуйста может быть это видео изменит жизнь наших странах может быть это видео с этого все начнется и потом пойдет вот эффект снежного кома и может быть там мои дети может быть дети моих детей изменят жизнь наших странах пожалуйста поддержите это видео лайком, распространите это видео, если вам это важно, если вы тоже хотите что-то изменить в наших странах. Всем спасибо, пока.